Здравствуйте! Ну, это, конечно же, такая ересь, то есть нельзя смешивать Божие и, ну, какие-то заговоры, колдовство и прочее, вражбу. Если брать чтение, так сказать, Священного Писания, там в Ветхом Завете просто Господь сказал проклят всякий, обращающийся даже к выражению, не то что сам выражащий. Если это заговор, значит, это ворожба, если это ворожба, значит, это общение с бесами. Фактически эти все заговоры, они используют имя Божие или Пресвятой Богородицы для их осквернения, не для того, чтобы попросить у них что-то, а чтобы на их, так сказать, святых именах создать какую-то ворожбу. Это кощунство просто, святодатство. Поэтому ни в коем случае этим пользоваться нельзя, это просто вот прямое, так сказать, отхождение от Господа и от всех его заповедей. Ни в коем случае общаться с бесами нельзя через заговор, через ворожбу и прочее, какие-либо там, что бы там ни напечатали. Есть те молитвы, которые созданы были святыми или переданы нам самим Господом, как Отче наш молитвы, или Пресвятой Богородицы, или там Архангелы даровали нам какие-то молитвы. То, что собрано у нас в молитвословах, вот этим и надо пользоваться. А те заговоры, которые составляют сегодняшние, так сказать, я так понимаю, совершенно непросвещенные и далекие от духовной жизни, неправильного понимания духовной жизни люди, их использовать нельзя, потому что вы себе навредите и навредите своим ближним. Любое общение с бесом приводит к беде. Не получается из горького источника напиться сладкой воды. Источник, всякий раз, когда вы прибегаете к заговору, это горький источник, и кроме зла вы оттуда ничего не почерпнете. Не надо этого делать. То есть это прямой грех и опасность для вас и для тех, кто рядом с вами. Отец Именник, как можно непосвященному человеку определить, что это, например, в какой-то газете, ну, недуховного содержания, в любой другой газете, да, вот, написано, что молитва, там, как родить ребенка. И как человеку непросвященному узнать, это вот настоящая ли молитва, написанная каким-то святым, да, или это вот что-то в черное дело? Ну, проще всего, конечно, проконсультироваться у священника, так как, конечно же, сейчас просто такой вал всего этого, в том числе и фантазии на эту тему. И каждый, так сказать, писатель или там, не знаю, журналист, газетчик, он кто во что гораст, откуда они даже берут непонятные источники, даже не указывают, сами что-то фантазируют и говорят, что вот это так. И поэтому лучше всего во всех этих вопросах советоваться с духовником, со священником, потому что, ну, не все мы компетентны во всех вопросах. Если я захочу, так сказать, подлечить себе какое-то, допустим, сердце там или, не знаю, еще какой-то орган, я же сам не буду себя самолечением заниматься, я проконсультируюсь с врачом, я возьму какой-то диагноз, попробуем, так сказать, определиться, что же там происходит, да, с помощью определенных средств. То же самое и здесь. Если мы обращаемся к врачу телесному, то, конечно же, к врачу душевному также надо обратиться в таких серьезнейших вопросах, связанных с душой человеческой. Ни в коем случае не надо здесь самодеятельности. Вы же не пойдете к самодеятельному хирургу, чтобы он вам вырезал, ну, не знаю, этот санузел, когда у вас что-то там в животе, там, или камень из печени, да, из желчного пузыря, или аппендицит. Вы же не пойдете и не скажете, а вот что-то он тут заболел, давай сделай мне тут на дому операцию. Вы боитесь? А это любая молитва, любые духовные действия, такая же операция, только с духовным естеством, связанной человеческим. Здесь я бы не стал так вот опрометчиво поступать, необдуманно, и кидаться во все тяжкие ради, казалось бы, таких хороших целей, как рождение ребенка. Да, тут, в общем, цель такая благая, да, или чтобы там муж не пил, тоже благая цель. Но для этого все уже создано, не надо изобретать велосипед. Есть молитвы, там, за алкоголиков, за наркоманов, они есть уже созданы, их просто надо взять и начать молиться. Зачем эти заговоры использовать, тем более из каких-то газет со сомнительной репутацией? А человек может нанести себе вред? Ведь хорошо, как вы сказали, да, если просто газетчики из пустого места что-то там сочинили, да? Но это, наверное, человек может и действительно с нечистой силой столкнуться и... Неизвестно, откуда взять, да. То есть, может, бесам просто впрямую продиктовать. Как мы читаем во многих житиях святых, бесы являлись в том числе в виде ангелов. И неопытные подвижники соблазнялись и попадали в прелесть в зависимости от духов нечистых, следуя их советам. Они думали, что перед ним ангел. А на самом деле это был бес. И вот здесь такая же ситуация может быть напрямую. Опасность для многих тех, кто пишет какие-то свои молитвы или тех, кто читает эти самодельные молитвы. Повторюсь, те молитвы, которые в молитвословии мы используем, они написаны святыми угодниками, которые уже в Царстве Небесном находятся. То есть, и эти молитвы читают уже много столетий. То есть, у них есть гарантия. А вот у этих самодельных, так сказать, только что созданных молитв никакой гарантии нет. Поэтому ни в коем случае не надо. Да, я где-то читала у святых отцов, как используют, да, вот такие молитвы. То есть, вроде бы звучит по-нашему, да, вроде наша молитва идет. А потом в какой-то момент они могут либо переврать, либо что-то, наоборот, оттолкнуть. То есть, получается, они хулят и Богородицу, и Господа нашего. Святотатство и кощунство, да, может быть. А мы можем этого и даже не заметить, в общем-то. Мы, как неопытный человек, вот если человек, который молится уже много лет, он сразу это увидит. А тот человек, который только вступает в эту область, для него там, он даже не понимает смысла читаемого. Он к этому относится, как к какой-то формуле, которую надо прочитать, эту формулу. И вот в итоге чтение этой формулы, там вот произойдет какое-то событие. Это совсем не так. Не от формул зависит жизнь человеческая, не от того, что мы прочитаем или не прочитаем какую-то там сляпанную кем-то фразу, названную молитвой. Жизнь человеческая изменяется либо по воле человека, либо при участии Божьим, если это доброе какое-то изменение, в добрую сторону. А те моменты, которые здесь названы, то есть рождение ребенка – это доброе делание, исцеление от алкоголизма – это доброе делание. В Евангелии просто ясно сказано, без меня, то есть Господь сам говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. Поэтому нам остается в молитве, в просьбе молитвенной обратиться к Богу, чтобы Господь изменил ту или иную ситуацию в лучшую сторону. А не пользуется формулой, как мы прочитаем эту формулу, знаете, как у шпионов пароль. Три зеленых свистка, все, значит, ты наш. Но это не так, это совсем другое. То есть мы общаемся с Богом, просим у Него. И тогда Господь исполняет или не исполняет нашу просьбу. А формула, она не действует на жизнь человеческую. Еще часто люди, которые обращаются ко всяким экстрасенсам, к гадалкам, по приворотам, по этим объявлениям, они успокаивают себя тем, что когда приходят, они видят иконы. Вроде икона, да, вот спаситель есть. Как такое вообще возможно? Ну, есть такое понятие, как камуфляж, хамелеонство. Чтобы человека обмануть, часто люди эти, которые даже не являются верующими, они увешивают себя иконами, крестами, какими-то другими, такими вот, ну, церковными какими-то предметами. Там, может быть, и ладан даже у них где-то там воскуряется. И это делается только для одного, чтобы соблазнить избранных, чтобы люди, которые избраны Богом для спасения, пришли к ним, осквернили свою душу и погибли, погибли духовной смертью. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Искушайте духов. Сам апостол Павел говорит, никогда не доверяйте человеку или какому-то там, какой-то молитве без проверки. Повторюсь, все, что молитвословие проверено, там вначале прямо написано, что благословлено, там, митрополитом, там, или патриархом благословлено. Там все проверено. А в этой газетенке, где кто-то что-то там нашел, кем там благословлено, кем там проверено, откуда это взято. Никаких гарантий. Очень опасно. Да, даже в Евангелии говорится, да, что в последние времена очень многие соблазнятся, да, в том числе... Волк в овечьей шкуре будет. Да, и претерпевший до конца спасется. Совершенно правильно. То есть это прямо Господь говорит, будьте внимательны, бодрствуйте, ибо придут волки в овечьих шкурах, то есть на вид овца, а по сути волк, которые будут убивать людей духовной смертью, которые будут, придут под именем Божьим даже, то есть будут называться себя Христом, понимаете? Это ужасно, это таких сейчас, сколько уже сект таких, а сколько людей туда пришло, и многие даже самоубийством жизнь закончили. Читаем, там, в Америке секта, там, все вот сгорели заживо, то есть пришли в дом, закрылись, и вот там какие-то инопланетяне им показались прилетают, они взяли, подожгли себя изнутри, и все, и сгорели. Причем с детьми. Сто человек, там, пятьдесят человек, ужас какой-то, кошмар. Ни в коем случае не надо доверять. Есть еще второй вопрос от Татьяны. Когда и в каких случаях зажигать дома свечи, купленные в церкви? Это по желанию, ну, при молитвах можно, просто для, так сказать, поднятия вот духовного какого-то состояния, если чувствуете какое-то на душе нестроение, что-то вот на душе плохо, ну, зажгите свечку, она уже порадует вас, она уже даст вам такой свет божественный, так как это свеча освященная, церковь взятая, и, естественно, она пред Богом сгорается, и вам дается через это благодать Божией. Поэтому в любое время, в любой момент можете брать и это использовать. А можно ли осветить свечой дом? Ведь очень многие так вот обходятся свечой по всем углам. Это тоже заблуждение, наверное, из советского времени взятое, потому что тогда священников не хватало, и освещать дома было некому. Поэтому советовали, ну, возьми свечку, обойди дом с горящей свечой, и это вот будет как бы освящение. На самом деле, есть специальный чин, который там читается молитвочки, ставятся иконочки, ставятся крестики на, в этом чине прямо все распито, на стенах дома. Все это благословляется святым маслом, освященным накаждением. Священник читает молитвы, Евангелие, то есть там целый чин, то есть не хватает там. Свечка – это только одно из нескольких условий, а все намного больше. Кроме того, есть молитвы, которые, кроме как священник, другие читать-то и не могут. Так они называются священнические молитвы. Только человек, посвященный в священнический сан, может их читать. Поэтому вот при освящении квартиры дома приглашают священника, и он этот чин совершает. Здесь надо все-таки, опять же, следовать правильным установкам, церковным традициям и тем канонам, которые уже давным-давно, уже тысячелетия прописаны, еще из Византийской империи к нам пришли на Русь. Поэтому зачем нам что-то вот такое фантазировать? У нас есть звонок телезрителя, послушаем. – Послушаем. – Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Батюшка, я вот хочу вам задать такой вопрос. Вот сейчас вы говорили насчет свечей. Мне сын привозит в Софрина упаковками свечи, и я их зажигаю и утром, и вечером. Но и также лампаду зажигаю. – Прекрасно. – Скажите, вот они уже освященные в Софрино? – Да, в Софрино. Я буквально недавно в Софрино был. Там храм, прямо на территории вот этого предприятия находится храм. Там служатся литургии, там служат священники. Вот при мне священник ходил по складу, где и свечи лежат, и иконочки, и крапил все крещенской водой. И освящал чином, священническим чином, освящал все там, так сказать, изделия, которые делаются на этом предприятии, которые потом идут к вам, или свечки, или иконочки, или еще какие-то изделия софринские. Так что там они освящены. – Ну и вот я еще хочу спросить, а можно ли вот каждое утро и каждый вечер лампадочку зажигать? Я кладу еще ладан на лампадочку и свечу зажигаю. – Да это замечательно. Это очень хорошая такая вот у вас традиция или там привычка. Обязательно это делайте, потому что, ну не зря же говорят, как бес от ладана бежит. Бесам ладан не нравится. И то, что вы ладан воскуряете фемиам Господу в квартире, вы таким образом очищаете квартиру от духов нечистых. Если вы зажигаете лампадочку, свечу, это все богоугодные такие вот дела. И особенно, если это все делается с молитвой, потому что молитва все-таки должна внутренне человеком совершаться во время этих действий. Не просто зажечь свечку и заниматься там телевизор смотреть, да, а все-таки зажечь лампаду, свечу и помолиться. Тогда это усилится все. Это намного лучше. – Да, я всегда молюсь. – Правильно. – И вот еще хотела бы задать вопрос. Вот вы знаете, я очень часто просыпаюсь и среди ночи, и вот не могу уснуть. И начинаю я лежа читать молитвы. Начиная с Иисусовой молитвы, Троица, Отче Наши, Богородица. И вы знаете, я уже не замечаю, как я засыпаю. Это правильно, совершенно правильно. Может быть, так Господь вам и дает, чтобы вы среди ночи помолились. То есть Он вам сон ваш отгоняет, чтобы вы ночью помолились за себя, за своих ближних. Потому что ночная молитва тоже полезна. И вы этим пользуетесь правильно. Потому что некоторые проснулись и вот ходят, или книжку читают, или пойдут, не знаю, чай пить, или еще что-то такое. А они проснулись для того, чтобы помолиться. Вот не забывайте. Это, конечно же, такое правильное ваше устроение. Правильно делайте. Спасибо большое. Помоги, Господи. Благословите, батюшка. Благословите. Да, пока мы ждем еще звонки телезрителей. Ну, а мы с вами приступаем к шестой заводе, где у нас на очереди. Она у нас короткая. Не убей. Ну, наверное, каждый сейчас, большинство из нас скажет, да, я вот никого не убил, я не виноват ни в чем в этом перед Господом. Но так ли все это просто? Вы знаете, на самом деле убийства бывают разные. И здесь вот просто так сразу отвергнуть это ни в коем случае нельзя, потому что начинаешь, так же на исповеди, естественно, я так же спрашиваю людей, которые приходят исповеди, особенно в первый раз, убивал ли кого-либо. Человек так же говорит, да нет, что вы, я же не убийца, да. А потом начинаешь спрашивать, если женщины аборты были, ну да, были пять, ну вот пять убийств уже. А женщина даже не знает, что это убийство. Когда ей говоришь, что ты с этим детишками встретишься после смерти, их увидишь, они к тебе подойдут, вот тут начинается прозрение. Тут женщина начинает хвататься за голову, говорит, как же так, неужели это же все, да, вот все это так. Человек никуда не денется. Если мы его убили в очреве или не в очреве, мы убили все равно человека, душа-то все равно живая. Да, тело умерло, а душа жива. Но это телесное убийство, оно не такое страшное. Господь так и говорит, что не бойтесь тех, кто хочет, кто может убить ваше тело. Бойтесь того, кто может вашу душу в ад не свергнуть. Вот это надо бояться. То есть это смерть уже вечная. То есть фактически есть две смерти, которые мы практически даже не рассматриваем. Вторую, по крайней мере, смерть. Если первая смерть, смерть телесная, всем нам известна, и все ее даже боятся и всячески пытаются ее избежать, то вторая смерть, духовная, как-то она вот за гранью сознания проходит. Человек об этом даже и не задумывается в течение всей своей жизни. И когда там или иного человека говоришь, ну ты же ведь в ад пойдешь. Как? За что? Я же хороший человек, я же ничего плохого не делаю. Начинаешь спрашивать, оказывается, там грехов огромное количество, и человек сам себя убивает духовно. Такое самоубийство совершает над собой. То есть фактически мы что делаем? Господь нам дал таланты, Господь нам дал тело, душу, различные умения, жизнь. В конце концов, нам дал Господь и телесную, и духовную жизнь. И как мы этим всем пользуемся? Мы этим пользуемся в свое личное удовольствие. Как эгоисты, как себялюбцы, сластолюбцы. То есть мы удовлетворяем свои телесные похоти, мы удовлетворяем свои душевные похоти, мы вообще не думаем о ближнем, мы не думаем о Боге, и это все смерть. Если человек живет только ради удовлетворения своих похотей, он уже умер, к сожалению. И фактически такой человек виноват в своей смерти и будет за это отвечать пред Богом. Ту самую заповедь он не соблюдает. Не убей. Господь говорит даже не только о ближних. Не убей ближних своих. И себя не убей. Это тоже очень важный момент. Ну мы давайте с вами сейчас прям по пунктам дальше разберем, потому что в общих, может быть, так фразах не очень понятно. Ну вот, например, да, драки, побои тоже, да, участие в драках, это же тоже можно... Попытка убийства. Попытка убийства. Да, фактически. Ведь сколько раз такие моменты происходили. Были вот у меня, так сказать, в прихожанах люди, которые убили человека просто в драке, даже того не хотели. Ну вот напились, ударили, в висок попали, или человек после удара головой ударился там асфальт или какой-то предмет и умер. Все, это убийство. Поэтому любая драка – это попытка убийства человека. Есть самооборона, но ее тоже нельзя превышать. То есть вот очень эта грань тонкая, поэтому лучше от любых драк и от любых таких вот экстремальных воздействий лучше уходить. Виноваты и те, кто подстрекает к драке, да? Естественно. Бывает так, что они не участвуют вроде бы как бы? Конечно, да. Как часто бывает, там трое, да, выпили, двое подрались, а третий оказался застрельщиком. То есть он говорит, ты такой, ты такой, а это все на тебя, это на тебя, ах ты такой, ах ты. То есть они даже и не поняли, а он был искусителем. Как вот сатана искусил Адама и Еву, и фактически первый, так его называют, человека-убийца, то есть сатана попытался убить созданных людей, Богом сотворенных людей Адама и Еву по зависти. Он вверг их в грех, таким образом попытался их убить, духовно убить. И что после этого пришла смерть. А до этого Адам и Евы были бессмертны, а после этого смертью умерли. Вот что страшно. И всякий человек, который идет по этому пути, по пути человека-убийца, дьявола, то есть искушает своих ближних различными подстрекательствами, различными словами, действиями, поступками, клеветой или обманом там или еще что-то, он тоже убийца. Или, если брать тот же аборт, ведь кроме женщины там участвует и мужчина, естественно, на зачатии. Если этот мужчина настаивает на аборте, женщина вроде бы против, но вот бывают такие жесткие мужчины, где говорят, ну я тебя брошу, если ты не сделаешь аборт. Кто в этом больше надо? Он. Он первый убийца своего собственного ребенка. Он настаивает на убийстве своего чада. Это безумие, но это факт. Такое, огромное количество сейчас таких случаев на исповедь только этой часто и слышишь женщины приходят, плачут. Вот все, мать моя говорит, против ребенка и делай аборт. Муж против ребенка, отец, мой отец против ребенка. Кошмар какой-то. Они все человек-убийцы. Они все пытаются убить. И после этого они говорят, а что я плохого сделал? А ведь после этого приходит наказание. Наказание от Бога за человек-убийство. Помните, как Каина Господь наказал за убийство брата Авеля? Ведь он потом потерял здравие, то есть он трясся, у него изменился вид, его издалека узнавали. Он был постоянно в таком вот трясучке и не мог, так сказать, жить спокойно. Это наказание от Бога было ему. Отец Мини, вот по этому случаю, да, за что там Каин Авеля убил, да? Часто люди задаются таким вопросом, а почему Господь дары Авеля призрел, а Каина не принял? Отверг. Отверг. Потому что Авель по простоте, добросердечию своему, выбрал из своих даров самые лучшие. То есть он, любовь Божия в его душе была такая вот сильная, что он Господу из тех даров, которые он, так сказать, воспринял Авель, трудился. Он сделал какие-то плоды своих трудов, воспринял, и лучшие из них принес Господу. А Каин не настолько любил Бога, хотя и понимал, что надо принесить дары Богу. Он знал о Боге, он веровал в Бога. Но он принес худшее из того, что у него было. Из того, что он трудом своим добыл, он взял, ну, вот то, что мне не очень нравится, это я Господу. А то, что хорошее, я себе оставлю. Вот из-за этого и было такое неприятие Богом даров Каина. То есть из-за лукавства его. Да, вот, к сожалению, наверное, еще один, да, грех, который можно отнести к заповеди шестой, не убей. Это вот, который нам сейчас большинство свойств на оставление умирающих в опасности. Ведь если человек плохо на улице, да, ведь многие там скажут, что пьяные мимо пройдут. Кто-то бывает в ДТП, там, ну, вроде немножко там столкновение произошло, но все равно мимо проходят люди. Да, эти моменты довольно частые, особенно сейчас вот зима начинается. И даже выпивший человек, казалось бы, ну, вот, сам напился, сам разбирайся, да, как часто приходят нам мысли. Чего я буду с ним возиться, он там весь в каких-то своих, так сказать, испражнениях, а я должен его, так, значит, тащить куда-то, что-то с ним делать. Сейчас зима начинается, сейчас человек вот в бессознательном состоянии полежит, там, несколько часов на снегу почки, печень, отказали, отмерзли просто, и все, человек умер. И тот человек, который мимо него прошел, мог бы, по крайней мере, вызвать милицию, там, или скорую помощь вызвать. Вот сказать, вот здесь человек лежит, приехали бы, забрали, куда-то увезли бы. В любом случае, просто позвонить, я не говорю, что уж там взять, отнести в теплое место, в теплое помещение. То же самое бывает и в другие времена года, но там другие случаи, если жара, например, у человека сердце отказала, он выглядит, как пьяный, у него язык совершенно не слушается, он мямлит что-то, а это из-за сердца. Или у человека инсульт, удар, вот он шел по улице, у него, значит, давление подскочило, все, лопнул сосудик, все, инсульт, человек опять же мямлит, вроде выглядит, как пьяный, а он даже не пил. И вот эти все моменты, конечно же, лучше подойти, лучше удостовериться, что к чему, и какие-то минимальные, а то уж не требуется, чтобы его домой принесли, там, омыли, одели, это будет идеальный, конечно, вариант. Но хотя бы его как-то уберечь от смерти необходимо. Издевательство над животными, кто-то пинает их, да, кидает камнями, палками животных, тоже что-то можно отнести? Животных нам Господь дал, конечно же, для помощи в нашей жизни, даже в пищу дал Господь нам после потопа, ною, да, правоцу, ною дал животных. То есть их Господь разрешает убивать, и даже жертвоприношения ветхозаветные мы видим, это были животные, которые приносили на алтарь Господу в храме Соломона. Но это не значит, что их можно мучить, это не значит, что их можно убивать ради своего удовольствия. Для питания, да, для удовольствия, такого какого-то утонченного садизма, не надо никого убивать, это тоже грех. Повторюсь, животные нам даны для вспомоществования, для того, чтобы нам легче жилось, но не для удовлетворения своих грязных таких похотей, страстей, желания, вот некоторым, понимаете, нравится убивать. Ну, это грех. Удивительно, но есть люди, которым нравится убивать. Есть люди, наоборот, которые жалеют каждую кошечку, каждую собачку, и там как-то их пытаются, там, сердобольные за них, как-то вот переживают до слез. Это как раз хорошо, но тоже здесь надо в разумных пределах. То есть нельзя собирать себе собачника или кошатника в доме. Но вот и убивать не надо никого. Тут тоже вот моменты такие. В Евангелии Господь нам говорит, вы слышали, что сказано древним не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гене огненной. Здесь как раз говорится о том, что даже гневаться запрещено, да? Почему гневаться плохо? Ну, гневаться там запрещено без того какого-то... Напрасно. Да, определенного действия. Если человек против Бога что-то говорит, то тут как бы другой вариант. Значит, и когда мы гневаемся на человека просто потому, что он что-то не понимает, или делает что-то не так, как нам бы хотелось сделать, или просто, ну, вот из-за своей, может, рассеянности или какой-то там неловкости что-то делать, а мы начинаем орать, кричать, гневаться. Это, конечно же, грех, и это, естественно, опять же, попытка такая устранить этого человека из-за своей жизни. Как он не надоел, да? Вот часто слышу от жены, опьющий мужа, ну, надоел, убило бы. Вот все, вот уже, уже в мыслях есть убийство. Вот опять пьяный пришел. Вот я бы сейчас взяла там сковороду, убила бы, да? Уже в мыслях этот человек уже грешит. И эти моменты различные. То есть гнев, он всегда сподвигает человека к тому, чтобы каким-либо образом навредить тому или иному человеку. А всякий вред – это, опять же, попытка сократить жизнь, как минимум. Может быть, и не убить, но жизнь сократить. Каким мы можем образом сократить жизнь? Ну, просто человек со слабым сердцем. Мы ему сказали плохое слово, у него сердечный приступ, он умер. От слова? Или от гневливого слова? Или от слова осуждающего? Или от слова, знаете, такое колкое слово? Там как-то человека мы можем просто, ну, как нам кажется, вывести на чистую воду, что он нас обманывает, справедливости ради, да? А человек от этого умирает. Это тоже грех. И все эти моменты, они очень важны в жизни. Ведь мы даже не замечаем. Вот недавно буквально случай соборовал монахиню тоже. Точно так же в семье, вот на нее все, ну, она лежачая и больная. Но она вот, ей, казалось бы, доброе дело, повезли новую кроватку. Она для нее не подходит. Все близкие раскричались, разорались. Вот все плохо, все не так. Вот тебе не угодишь, и ты такая-сякая, казалось бы, доброе дело, да, смена, ну, ортопедическую кровать купили ей, который ей не подходил. Ну, ее надо просто было поменять через менеджеры, и все. А они начали кричать, гневаться, раздражаться. Уже от своего бессилия, наверное. Они, конечно же, устают, потому что трудно с больным человеком каждый день, изо дня в день, там, год, два, три. Это очень тяжелый такой труд, понимая, но это ближний, то это твой родной человек, куда деваться-то. И человек сразу же заболевает. У человека сразу повышается давление, у человека сразу же начинается болезнь. Меня вызвали пособоровать, чтобы не умерла, понимаете. А всего-навсего вот такой скандал из-за кровати. Вот на ровном месте. Казалось бы, на доброе дело получилось, а получилось так и было. Ну, очень часто именно задуманы изначально добрые дела без Господа. Совершенно правильно, да, по своему разумению. А я вот так хочу. Это же доброе дело, я имею право. Сейчас я, знаете, как, я всегда сравниваю это, когда ребенок-котенка топит в молоке. Я его накормлю. Что это, он не хочет есть? Ну-ка, ешь. Окунает его и держит. Он нахлебался молока и умер. Все. Вот нельзя доброе дело вот так его перебарщивать. Это все приводит к плачевным последствиям. А вот есть такое, да, распространенное мнение, что если гнев не выплеснуть наружу, он где-то там внутри тебя затаится и будет тебе изнутри есть, психические, физические болезни даже появятся. Да наоборот, если мы удовлетворяем своим страстям, вот хочется разгневаться, дай-ка я разгневаюсь, вот что ты, а иначе он меня там изнутри будет кушать. Да нет, мы наоборот его, знаете, как это называется, подлить масло в огонь. Мы успокоимся в этот момент, погневались, накричались, нашумелись, на душе плохо, конечно, но вроде как бы успокоились, потому что все выплеснули, как нам кажется. На самом деле это успокоение не от того, что мы выплеснули, а от того, что бес от нас отступил. Потому что приступил к нам бес с этими мыслями, вот они такие сякие, вот они меня злят только, бес говорит, разгневайся, 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 он же настойчивый, он стучит, требует, исполни, исполни. Как только мы исполняем, бес отступает, все, он получил свое, и нам вроде как бы спокойнее стало с одной стороны, то есть он перестал нас к этому призывать, но внутри нас эта страсть укореняется с каждым приступом гнева все глубже, глубже, и мы все больше и больше становимся рабами этой страсти и беса, который к этому нас подталкивает. Поэтому ни в коем случае гнев нельзя попускать, его надо удерживать всеми силами в себе, и успокоитесь вы от гнева только на исповеди и причастии. Да и как, впрочем, от любой страсти. Не потакайте страстям, а старайтесь их удерживать всеми силами, насколько вы можете. И быстрее исповедуйте. Тогда эта страсть будет пожигаема благодатью Божьей, потому что любая страсть, она уходит из души только благодатью Божьей и покаянием. Ничем другим, а тем более потаканием этой страсти, она не уменьшается, а только возрастает. Отец, вы некоторое время назад сказали, что есть гнев, ну, в общем-то, наверное, праведный гнев, да, когда хулят Бога, что-то говорят плохо. А как можно и правильно гневаться? Правильно? Да. Ну, вот самый яркий пример – это когда архангел Михаил в таком в ревности обозе воскликнул «Кто я к Богу?». То есть тут даже такие нотки гнева присутствовали у архангела против Деницы, против сатаны. Когда сатана приступил к архангелу Михаилу и сказал «Я буду выше Бога», любовь к Богу архангела Михаила привела его к гневу против Деницы. «Кто я к Богу? Что ты такое говоришь?» То есть вот чувствуется такое восклицание, такое возмущение и раздражение, какой-то гнев. То есть, но это гнев, произведенный любовью к Богу. Это первое. Второе – есть гнев, происходящий также из любви к Богу, из любви к нравственной, духовной чистоте. Мы можем гневаться на свои согрешения. «Опять я согрешил?» Ну что ж такое? Насколько можно? Вот опять я сорвался там или… Это приводит к покаянию. То есть здесь всякая нечистота должна у нас, наша нечистота, не ближнего, а наша нечистота, должна у нас вызывать вот такое неприятие. А как мы можем остановить, если кто-то из ближних начинает хулить Бога? Как мы можем это остановить? То есть получается, если мы… Это вести тему разговоров, как минимум. Если мы смолчим и уйдем, это… Это грех. Мы не должны смолчать, потому что мы тогда будем соучастниками его осуждения. Мы молчанием подтверждаем то, что он говорит. Поддерживаем своим молчанием. Мы должны сказать, вы знаете, у меня другое мнение по этому вопросу. Достаточно. Все, вы просто себя позиционировали против этого человека и ушли. И можно даже не продолжать с ним дальше разговаривать и слушать его. Потому что, как правило, таких людей трудно остановить. У них вот такое безумие какое-то происходит против Бога, даже такое раздражение. Что опять про Бога, опять вот про все эти десять заповедей, насколько можно, что вы там, так сказать, фарисеи нас там. Как только не называют нас безумные, что надо жить в свое удовольствие, зачем себя удерживать от всего этого. Тут просто можно даже не вступать в полемику, не спорить с ними, с такими людьми, а просто сказать, вы знаете, я вот придерживаюсь другой точки зрения, извините и уйте. Все. Отец имени, откуда вообще берется ненависть между людьми? Ведь посмотрите, наверное, большинство людей кого-то все равно вот в душе, там, там, 10 лет назад с кем-то поругался, все равно кого-то он ненавидит, кого-то он не хочет видеть. Ужасно. Сейчас, особенно сейчас, вот в эти, когда по телевидению только и показывают, там, то Сирию, то Ирак, то какие-то теракты, то Францию, там, 150-200 человек погибли, то еще какие-то, как сейчас, модно назвать, горячие точки, да, везде ненависть, везде ненависть, там, межрелигиозная ненависть или межрасовая ненависть, или ненависть какая-то там по политическим взглядам, когда политики, там, ну, за неимением лучшего, там, начинают плескать друг друга, там, кидаться стаканами даже в суде. Санкции против России. Санкции – это тоже ненависть к нам. То есть, вот это все, вы видите, пронизан весь мир ненавистью друг к другу. И, конечно же, она, эта ненависть идет от сатаны. И та самая фраза «разделяй и влавствуй», она здесь присуща. То есть, сатана разделяет людей друг с другом. И вместо того, чтобы друг другу помогать против сатаны, против бесов, молитвенно помогать, помогать, как там, телесными, какими-то добрыми делами, мы друг друга начинаем уничтожать. Для сатаны это просто, ну, он потирает руки, радуется всему этому. То есть, мы фактически начинаем работать на него, как только мы вот вступаем на этот путь ненависти друг к другу. Мы такие же становимся человеку-убийцам. И, как видите, к чему приводит, ну, межрелигиозная ненависть, да, вот теракты. А как-то он по-другому верует, не взорвать. Как-то он там по-другому живет. Нет, это надо вот как-то все прекратить. Ну, давайте мы с вами разберем детальный случай. Пусть каждый из нас, кто сейчас нас слышит, да, заглянет в свое сердце. Да, не будем убрать совсем. Если хочешь изменить мир, начни с себя. И ведь наверняка у каждого зайдется, да, в уголке, в закромах сердца, кого он все равно там, кто-то бывшую жену, кто-то там бывшего там мужа ненавидит, кто-то все равно каких-то коллег, кто-то там что-то... Соседей. Соседи даже. Приходит бабушка, говорит, вот они в меня лучами стреляют. Я говорю, кто? Соседка прямо вот с нижнего этажа, прямо через пол в меня какими-то лучами стреляет. Ух, говорит, как я ее не люблю. Ой, что делать-то теперь? То есть она себя накрутила, вот получается. Да, нафантазировала и ненавидит. А та даже ни сном, ни духом, как говорится, даже не знает об этом. Она видит только, что эта соседка с ней перестала здороваться, начинает ее там за спиной, так сказать, судачить кости, перемывать, говорить, какая она плохая. Естественно, у той появляется против нее какой-то... Она видит, да, что-то не то. А за что? Я же ничего плохого не делаю. А у этой соседки, которая, так сказать, тоже якобы правильно, что в нее лучами стреляют, ей бес это все нафантазировал. И да, я к чему это говорю? Потому что каждый из нас должен задуматься, что кроме врага себя самого нигде его нет, потому что именно от тебя все зависит. Либо ты будешь позитивно смотреть, да, либо ты вот будешь тебя бес, именно тебя бес-то кручит. Конечно. Очень простая фраза. Для чистого все чисто. Для нечистого все нечисто. Даже с праведником, там, Серафима Саровского осуждали. Уж казалось бы, там, ну, не к чему придраться. Человек просто вот там тысячу дней ночей на камне стоял, молился. Он там посты такие, тяжелые посты, молитвенные, так сказать, бдения у него. И то. А вот он плохой и все. Это он в прелести находится. Как это? С ним, ему Богородица являлась? Мне, значит, не являются, а ему являются? Нет, это плохо. Это он, значит, прелесть. Даже вот на такой, казалось бы, в общих, так сказать, рамках религиозных, христианских, православных рамках и то ненависть. По зависти. Вот это мы видим везде и всюду. Это и в семье. Когда между детьми даже родные брат, сестра там или завидуют. А вот ты там, папа, мама, вот любишь больше брата, чем меня. Моего старшего там или младшего брата. Больше, чем меня. Все. К этому брату у него уже ненависть. Также там бабушки, дедушки. Вот куда не посмотришь на исповеди. Просто вот картина ненависти между людьми открывается. Удивительность. Страшно от этого. Да, а причина наша в своеволии. А причина та самая внутренняя гордыня, которая приводит к своеволию, которой мы почему-то считаем себя правыми. Мы почему-то думаем, что вот то, как я думаю, вот это истина в последней инстанции. А все остальные вокруг нас, ну, та самая рака или безумец, как в Евангелии сказано, да? А за это синедрион, Господь говорит. Или гиеногненная. А мы так думаем. Мы думаем, что вот я только прав, а вот начальник мой совершенно не прав. Мы думаем, что я прав, а вот сосед там не прав, брат не прав, там маму с папой не правы. Как сейчас дети молодое поколение, на которых мы смотрим, ну, цыпляк совершенно вот еще не оперившиеся. Говорят, да папа, мам, да ты ничего не разбираешься в жизни-то. Сейчас жизнь совсем другая. Как ты жила или так, как ты жил, ты даже ничего не понимаешь. И опять на этом очень ненависть разделения. То есть в своей воле, внутренней своей воле, начинается прямо с детства прослеживаться. И если человек с этим не борется, молитвами, там, причастием исповедует, то оно разрастается до глобальных размеров. И просто потом, может, вот маньяки, которые уже потом уже созревшие, так сказать, в своей воле, выразившиеся в такой страсти к убийствам. Это вот конечная стадия. Да, наверное, нам всем стоит задуматься. Ведь все, что с нами происходит, все происходит по воле Божией, по какому-то попущению, да, именно за наши грехи. Наверное, каждый должен задуматься, что, в общем-то, а чего он достоин лучшего? Почему к нему должен кто-то там лучше относиться, да? То есть Господь попускает именно тебе за твои грехи. Поэтому Господь возлагает на плечи свой крест. И когда мы говорим, а что это у меня крест-то мой тяжелее, чем у него? О, это плохо, нет. А что, Господи, а почему такая-то несправедливость какая-то? Потому что у тебя больше сил, чем у него, как минимум. У тебя больше талантов, чем у этого человека, который несет меньший крест, как тебе кажется. Потом это тебе кажется, что он такой маленький. А когда ты этот крест примеришь к себе, скажешь, нет, лучше я свой понесу. То есть вот эти моменты своеволия, высокоумия, превозношения над людьми, они, конечно же, нас разделяют и приводят к гневу, к ненависти и, в конце концов, к убийству. Я уж не говорю о таких безумствах, когда сын убивает свою родную мать, потому что не отдала ему пенсию на выпивку. То есть тут он полностью раб уже своей страсти алкоголизма. Из-за этой удовлетворения своей страсти убивает свою родную мать. Это совсем же, как говорится, ни в какие ворота, но сколько таких случаев. Поэтому всякий раз, когда мы начинаем своевольничать, когда мы начинаем превозноситься над людьми, думать, что мы умнее их, что мы как-то более правильно оцениваем ситуацию. Всякий раз, когда мы стараемся кого-то наставить, может быть, с гневом даже наставить, себя окоротите, остерегитесь от таких резких движений. Вы берете на себя прерогативы Божии. Только Господь может понять, кто прав, кто виноват. Мы живем, как Блаженная Матрона сказала, каждый будет подвешен за свой хвостик. Вот чего у тебя есть, вот ты за это и отвечаешь. Внутри чего у тебя есть. Голом в этот мир пришел, голом уйдешь. Другого пути нет. Вот ты внутри себя смотри. Зачем ты смотреть наружу? И слова Серафима Саровского. То есть ты спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Кто так думает? Нет, я сейчас вот тысячи буду спасать, а спасусь я сам или не спасусь, это вообще даже не задумывается никто об этом. Мне вот тысячи надо спасать сейчас. И он так их, как там Гитлер спасал. Это что же? Казалось бы, благие. Какие он цели-то выставлял? Очистить расу, сделать сверхлюдей, чтобы все были здоровы, умны, красивыми. И к чему это привело? К безумию, к убийству миллионов. То есть мы должны себя от своеволия ограждать. И вспоминайте всегда одну из заповедей блаженств. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царствие Небесное. Блаженны кротцы, то есть кроткие люди. И это все вот сразу встает на свои места. То есть как только я считаю себя нищим духом, откуда я знаю о другом человеке? Мне с самим собой бы разобраться. Это нищета. Откуда я должен, с чего я должен там кем-то руководить, наставлять? Мне бы с собой разобраться. Это какая-то крутость уже появляется. Вот к чему надо стереться. Почему я должен доверять именно своим мыслям? И это тоже вот этот самый обман. Почему я доверяю тому мнению, которое вот у меня в голове сложилось? А если оно от беса? А если оно от гордыни моей? А если оно от незнания моего образуется? Вот это все мы должны очень внимательно в себе видеть и управлять этим. Иначе все это приведет к таким вот совершенно неправильным поступкам. Ну, наверное, некоторые зрители нас слушают, скажут, ну как я вот... Где здесь правда? Вот, например, муж там бросил, да, семью, ушел, да. И вот эта обида, она, наверное, сидит глубоко в человеке, который не дает ему дальше двигаться, да. Он думает, ну как я могу его простить? По всем параметрам он виноват, да. Насколько важно для христианина прощение? Ну, если вот мы ведем разговор о верующих людях, я всегда советую вспомнить молитвочи наши. Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Да, по всем параметрам муж неправ и должен. Он должен был заботиться о семье, он должен был воспитывать детей, он должен был помогать супруге, а не убежать куда-то на страну. Он, конечно же, должен, но он этого не сделал. И, конечно же, вот этот долг, он есть. Но, если ты хочешь, ведь у тебя тоже масса долгов. И ты тоже не все исполняешь из тех заповедей, которые Господь нам даровал. Если ты хочешь, чтобы Господь тебе оставил твои долги, оставь долг этому мужу. Но пускай он идет своей дорогой, но пускай он живет своей жизнью. В конце концов, это с него Господь и спросит. Не переживай, тебе Господь дарует, тебе Господь поможет. И детям твоим поможет, и тебе. Я не видел еще семьи верующих, где бы Господь их оставил. Всегда находились какие-то знакомые, которые помогали, какие-то устраивали на работу, что-то такое, на учебу. То есть как-то Господь все это разглаживал. А тот муж, который уходил, как правило, возвращался к этой семье через 20 лет сколько. Сколько-то весь оборванный, сдерганный. И сказал, ну, приютите меня. Я набегался, но у меня уже за душой ничего нет. Очень часто я такие видел. Ну, наверное, не стоит людям на это надеяться и ждать. Конечно же, мы должны идти своим путем. Человек ушел от нас, он идет своим путем. Ошибочным, грустным, горьким путем. Но это его путь, и он должен его пройти, чтобы внутри себя что-то понять, осознать и исправиться. Мы должны своим путем идти, чтобы внутри себя понять, осознать и исправиться. Мы не должны гнаться за ним и чего-то его там разумлять. Это неправильно. Да, и может быть, Господь отнял нас серебро, чтобы дать золото взамен. Это тоже я часто говорю. Но представляете, если такой муж, который вас бросил, он бы воспитывал ваших детей. Ваши дети были бы такие же, как он. Вы этого хотите? Нет, мы этого не хотим. Так что воспитывайте детей. Сейчас вам никто не мешает правильно их воспитать. То же самое и здесь. Масса плюсов в этих ситуациях. Кроме того, бывают мужья такие, что они как еще один ребенок. Как долго мы вообще должны закрывать глаза на проступки людей? Как долго мы должны их прощать? Ну, если вспоминать евангельский текст, апостол Петр спросил об этом Господу. Господи, сколько я раз должен простить своему ближнему? Семь раз на дню. Господь сказал, седмижды 70. То есть семь умножить на 70 раз должны прощать в день своему ближнему и его какие-то прегрешения, вольные и невольные. То есть, ну, если коротко говорить, то всегда надо прощать. Но мы с вами, уже осталось две минуты, не так много, но мы не дошли до самого тяжкого, наверное, греха, да, и до самоубийства. Почему считается он самым тяжелым грехом? Потому что после самоубийства человек покаяться уже не может, жизнь его заканчивается здесь, в этом мире, в временном мире. А только здесь мы можем исповедовать свои грехи. После смерти ни исповеди нет, ни покаяния нет. Там воздаяние есть. Поэтому мы должны от самоубийства всячески уберегать и себя, и всех своих близких. Ни в коем случае этого нельзя допускать, потому что после самоубийства душа человек идет в ад сразу. Их даже не отпевают. За них молиться даже не разрешается. Поэтому всегда бойтесь, даже мысли об этом бойтесь. Не то, что каких-то там уж поступков и действий. Все это от лукавого. Бес нас подталкивает к самоубийству. Не слушайте его. У нас осталась всего одна минута, да, и вам заключительное слово к сегодняшней передаче. Ну, всем желаю помощи Божией в ваших добрых делах, и внутренних, и внешних. И хочу, чтобы вы боролись со своими страстями, в том числе с гневливостью, чтобы не быть человек-убийцами. Ну, и хочу напомнить, что у нас в ближайшее воскресенье 22-го приезжает митрополит Крутийский и Коломенский юнале, для того, чтобы осветить нашу отреставрированную колокольную монастырию, отслужить Божественную Литургию. Всех приглашаю на это такое вот торжество нашего монастыря. Приезжайте помолиться вместе с нами. В 9 утра начинается служба. Ну, а мы вас будем ждать теперь через неделю. Если даст Бог, мы с вами будем говорить о Седьмой Заповеди, непрерыводействии. Как раз продолжим говорить об измене, прощении и о непостоянстве человека. Приезжайте к нам еще. Но вы, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, которые вы хотите, чтобы я их озвучила, можете позвонить мне заранее по телефону 567-11-91. Я приму все ваши вопросы и озвучу. До свидания. До свидания.